Воскресенье 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 Клуби РОД накануне турнира по смешанным единоборствам состоялась пресс-конференция, на которой кроме самих организаторов турнира присутствовали старые друзья клуба. Александр Поветкин, Сергей Харитонов и Сергей Бадюк, который был ведущим пресс-конференции. Почетные гости единогласно выразили свою радость по поводу того, что в России все чаще проводятся турниры по ММА, в том числе и клубы. Пускай этих турниров проводится в России все больше и пожелаем клубу РОД удачи. И Александр Поветкин и Сергей Харитонов являются частыми гостями клуба РОД. Оба проводят здесь мастер-классы и отмечают высокий уровень подготовки бойцов. В Москве во Дворце спорта Крылья Советов прошел вечер смешанных единоборств. В программе международного турнира было заявлено 12 профессиональных поединков. Организатором бойцовского вечера выступил столичный клуб РОД. С первой встречи настрой спортсменов был очевиден. Основным событием вечера стала матчевая встреча клуба РОД против клуба из Чехии ТОР. Все пять поединков закончились победой российских спортсменов. Из них четыре досрочные. В спортивном клубе Дон Спорт Алые Паруса прошла открытая тренировка знаменитого тренера по смешанным единоборствам, тренера по ударной подготовке проекта М1 Файтер второй сезон Эльдара Кенкерли. Потренироваться под руководством Эльдара собрались известные бойцы различных боевых искусств Сергей Рожков, Валерий Мясников, Светлана Кулакова и Юлия Березикова. Каждый из них готовился к важному бою или чемпионату. Валерий Мясников по прозвищу «Русский молот» готовился к предстоящему поединку с чешским бойцом Лукушем Туречиком в рамках международного турнира по ММА «Овертайм». Юлия Березикова находится в процессе подготовки к бою с американкой Колин Шнейдер, а Светлана Кулакова, один из лидеров российской сборной, тренировалась перед чемпионатом Европы по кикбоксингу в разделах К1. Только победа, только золото. Нам другого не надо. Такие тренировки под руководством Эльдара Кенкерли уже стали хорошей традицией для многих российских спортсменов. Это были ударные новости на телеканале «Боец». Смотрите нас на следующей неделе. Смотрите нас на следующей неделе.